Утро начинается не с кофе, а с того, что мы едем с Артемкой, отдаем машину. Единственное, перед этим надо заехать, точнее заехали, чтобы всякие салфетки, бутылки выкинуть. Семья большая, нас много. Подводя итоги аренды, я хочу, знаете, что сказать, пока едем туда? Что вот какая бы тачка ни была, тачка под жопой, это очень хорошо. Ты становишься функциональней, независим от каких-то вещей. Ты просто садишься и едешь, и это очень хорошо на самом деле. Но сейчас отдаем, я думаю, через какое-то время уже мы близки к тому, чтобы забирать нашу машину. Поэтому как-нибудь проживем, если что, у нас есть вот тырчики. В аренду можно брать куда-нибудь там до пляжа мотаться и так далее и тому подобное. Машину мы отдали, проверили, все нормально. Получается, мы накатали за неделю 700 километров. Не знаю, многое. А без Стамбула на машине? Ну да, считай, без Стамбула доскочили, да. Вот, все нормально. Он с нас изначально даже депозит почему-то не брал, поэтому возвращать было нечего. Тачку проверил, все хорошо. Даже ему это, бензина оставили. Ну ладно. В общем, ребятки, нами, контора проверены. Все нормально. Я там оставлю контакт, номер телефона этого человека, кто сдает. Там большой у них на самом деле выбор. Цены тоже разные. Пишите ему, что от нас. Ну, очень надеюсь на то, чтобы сделать там скидку. Ну, как бы мы не договаривались с ним ни о чем, да. Но, учитывая, что действительно, живя в Кемере, там, либо в Турции, тачка нужна. Однозначно куда-то покататься, поездить. Контакт я там оставил. У нас, прикиньте, закончился сейчас контракт с той квартирой, где мы снимаем. Это Матруленд 1, да. Классный комплекс, шикарнейший. Вот, и смысл в том, что мы сейчас еще не договорились с тем собственником по поводу продления. Он пока нам не может точно ответить, потому что, говорит, вроде там у него родственники приезжают, вроде не приезжают. Но мы уже озадачены поиском нового жилья. И мы сейчас приехали в комплекс, называется Натруленд 2. Мы здесь уже были, приезжали с Димой. Я здесь показывал квартиры, которые продаются. Но смысл в том, что потом мне Дима рассказал, что в этом комплексе есть подсдачу. И, естественно, меня привез сюда посмотреть, что здесь есть. И, возможно, нам сейчас что-то понравится. Тогда мы приезжали. Здесь было, ну, еще ничего не было. Не было озеленения, не было толком бассейна. Ну, как он был, только был не наполнен. Сейчас уже почти все достроилось. И без пяти минут комплекс сдан. Точнее, он уже сдан, но еще не заселен. И вот сегодня мы хотим посмотреть здесь квартиры и заодно вам показать. Здесь есть как и на аренду, так и на покупку. По цене чуть позже. Сначала вам все покажу. И начнем мы с территории. Вот она территория. До моря здесь, кстати. Я вот первый раз приезжал, я не знал местности Кемеры. Я вообще не понял, где это находится. Сейчас я понимаю, что, например, разница там, где мы живем, и этого комплекса до моря здесь в два раза быстрее. То есть он находится, условно, возле той дороги, которую надо основной перейти. Ты попадаешь прямо в центр Кемеры. Я думаю, что минут 15 здесь идти, ну, 20 идти до моря, до центра Кемеры еще ближе. Здесь огромная парковка. Сколько машин сюда влезет, я не знаю, но можно парковаться и за территорией. Вот здесь все, посадка есть. Пальмы, которые потом уже вырастут. Как они? Туи, да, правильно называются? Здесь уже посадили траву, все вырастет. Пойдем, еще покажу кое-что. Пойдем. Мы здесь установили розетки для электротранспорта. То есть, может быть, Теслу ты захочешь здесь заряжать. То есть, на самом деле, если мы здесь арендуем и сюда привезем свою тачку, подключим ее, у нас будет сразу автономная наша машина. Вот, и будем даже в ней жить. Слушай, а можно мы просто не снимем квартиру, а снимем просто место? Машина-место. В принципе, бассейн есть, да? Душ еще здесь установится. Да, да, да. Ну, красота. Здесь комплекс практически готов. Что значит практически? Он, конечно, готовый, заселенный. Ну, не... Вот и я так же сказал, без пяти минут. Не полностью, но вот, допустим, там справа живут, слева живут на первом этаже. Потом на втором этаже частично уже там люди заехали, живут потихоньку. А, вот на первом этаже тоже, где вот заходит молодой человек. Поэтому уже готовый, можно сказать. Понятно, что есть штрихи, да? То есть, вот, допустим, газон делали, немножко грязь, грязь осталась. Ну, это мелочи жизни. Это мелочи жизни, конечно, в течение там недели-двух это все сделается, доделается. И, в принципе, будет. Я уже показывал виды, которые открываются на эти же вершины, как и у нас, где мы сейчас живем. Возможно, там уже жить и не будем. Здесь также есть лесок, вот, пожалуйста, для прогулок. Территория, естественно, подметется, все классно. В общем, пока мы идем в первую квартиру смотреть, посмотрите кадры с высоты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 В последнее время нам очень стали нравиться квартиры на первом этаже. И особенно квартиры, которые угловые. Вот, например, вот этот вариант угловой квартиры, вот он тоже шикарен, потому что вот у вас балкон, вот у вас вид на бассейн, здесь будет все газон и трава, да, а здесь получается вот хлопс. И здесь можно также сделать лесенку, как у нас сейчас, да, в квартире. И как бы выход получается сюда. Это, конечно, очень классная история. А здесь, как дополнение, можешь, конечно, что-нибудь даже для детей воткнуть. Вот, пожалуйста, да? Вот здесь вот прям выход, чикс. Потому что здесь территория, ну, такая, так сказать, никому не нужная. Здесь вот подъезд, вход в квартиру. Ага. Но единственный минус заключается в том, что все угловые квартиры на первом этаже, они уже проданы. Вот, и, короче, грустно. Просто мы уже вплотную прям подошли уже к тому моменту, что что-то надо здесь брать. Вот так вот. Поэтому, возможно, в каких-то следующих выпусках вы увидите... Ага, мы купили квартиру. Но это не точно, на самом деле. Вот тут вот на первом этаже квартира. Мы тогда еще приезжали, в ней уже жили. И все тут только строилось, а самое это оторвано, уже, короче, заехали. Такие первые, самые первые, кто здесь жил. Ладно, сейчас это... Пойдем по квартирам походим, что-нибудь будем смотреть. Пошлите в первую квартиру. Сначала посмотрим 1 плюс 1, что есть. Это на аренду, да, Дим, будет? Это на аренду, да. Но, в принципе, можно как бы и на продажу, я думаю. Вот, просто, например, нам на аренду 1 плюс 1 рассматривать... Ну, вообще не вариант. Семья большая. Но для тех, кто, например, там парень с девушкой, мы с женой, либо один ребенок, то я думаю, что самый вариант. Вот, чуть позже 2 плюс 1, будем смотреть. В общем, то, что сейчас мы покажем, такие квартиры вот сейчас здесь, конкретно в этом комплексе есть и под, как она называется, господи, сдачу, и под покупку. Кстати, я уже показывал, особое внимание хочу обратить на то, что здесь есть лифт. Это тоже три этажа, но почему-то сюда поставили лифт. Мне как-то кто-то написал, что, мол, в нашем комплексе, где мы живем, а где лифты? Вот, пожалуйста, в Трилленде 2 есть лифты. Так, я почему сказал, что можно на аренду, можно и на продажу, да, то есть люди должны понимать, что вот в таком виде квартиру сдает застройщик, и в этом доме есть еще 2 такие же свободные квартиры на покупку, то есть теоретически можно точно так же сделать под продажу. Эта конкретно квартира будет под аренду. Welcome, welcome, как говорится. Ты, кстати, в ней уже был, здесь, в этой квартире. А, именно в этой? Да, когда она была недоделана еще. А, ловите кадры. А теперь вернемся в нормальное. Ну, на входе сразу шкафчик для, ну, одежда какой-то, да, там, для обуви. Также здесь дверь в туалет. Кстати, в одном из комментариев твоих кто-то говорил, чего же не хватает? Не хватает туалета. Да, да, на туалет за дверью там. А, вот так вот. Так, вот он. Мы просто сюда, да, не заходили. Все то же самое, как и у нас, кстати. Стеклянные дверцы. Все установлено. О, ну, здесь есть плюс, есть полотенце-сушитель, между прочим. Да, постельная и полотенце все тоже. Здесь просторнее, кстати. Вот ванная комната здесь просторнее, чем у нас. У нас, потому что половинка, грубо говоря, и шкаф. Ну, да, здесь побольше. А здесь прям такое разделение. Есть куда убрать даже этот спортинвентарь. Ну, кто спортом занимается, там, полы моют. Это же тоже спорт. Да. Вот. Кухня. Так, подождите, проверка. Пивас. Затарили? Ты обещал... Ну, ё-парася-те. Пивас не пьем, а вот ты обещал проверить мыло. Вот, можешь проверить. Что, полное? Внимание. О-хо-хо-хо! Ура! Вас никто не обманет. Вот так вот. Мыло в подарок, ребята, полная канистра. О-о-о, а здесь не газ. А, здесь индукционная. 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 Есть вся необходимая посуда. О-о-о. Так, у нас, кстати, там крышки нету. Заберем. Так, ладно. А почему решили не газ? Что тут ещё есть? А, ну, потому что для аренды безопаснее всё-таки не газ. А, понятно. Вау, ковры дагестанские тоже дают. А, ну, это полотенчики. Понимаете? В этом холодильнике даже ещё пивас не стоял. Вот так вот. Так, что тут ещё есть? Кулер. Под воду диван, который раскладывается в полноценное спальное. Сейчас, сейчас, прожди, кстати, вот, кстати, очень классный здесь кулер. У нас тут просто точно такой же, что сам кулер прячется вот сюда. Это очень удобно. Не вот эта вот штуковина, которая стоит. Это прям вау. Ну, плазму повесили огромную. Видите, как красиво. Стол, кстати, раскладывается же, да? Правильно я понял? Пошло. Стол раскладывается. Для большой компании. Здесь ещё что есть? Москитные сетки. Традиционные, да. Вот она, сеточка. Блин, прикольная. И лучшее. Пойдём посидим. Пойдём. Вот с таким вот видом можно арендовать квартиру эту и наслаждаться вот этим видом. Классно. Это ещё облачно. Там открываются виды на вершину горы. Посидели? Посидели. Идём дальше. Супер. Кстати, здесь также есть крантики на каждом балконе. То, что такая традиционная история, что очень легко мыть полы, есть сливы, просто шик-шик прошёлся и всё. И как бы красота. Да, теперь комната. Самое основное, где можно спать, ну и не только спать. Залетаем сразу. Шкаф. Купе с огромным зеркалом. Внутри шкафа. Внутри шкафа. Утюг. Утюг. Пылесос. Вешалка. И это всё новое. И это всё новое. И ещё даже всё постельное тоже. Вот. Несколько комплектов. Пожалуйста, беленькая, заезжай и живи. Вот. Я не знаю. Что тут ещё у нас? Где вы найдёте такую квартиру, новую под сдачу, без какого-либо геморроя. Вот, смотрите, вон, пожалуйста. Красота. Всё новое, ребята. Здесь тоже есть балкончик. Балкончик, ага. Выход на балкон. Вот. Это второй, получается, балкон. И сушилка. Ага. Ну, вот цены на такие квартиры, ну, конечно, это всё зависит от условий, да. То есть, человеку надо на месяц, там, на два, на три, либо на долгосрок. Цены начинаются от тысячи долларов примерно. Если на более короткий период, то, конечно, цена будет выше. Специально для наших зрителей я у Димы взял такой бонус для вас. Ну, очень крутой, если вы планируете арендовать. Дело в том, что если вы сейчас приедете в Турцию, начнёте себе искать жильё, вы будете платить, скорее всего, за несколько месяцев вперёд, плюс оставлять депозиты и плюс ещё котлету отсюгнёте агенту, который наводит там суету. Это большой платёж. Поверьте мне, учитывая, что недвижимость сейчас стоит от тысячи долларов и выше. Вот сами считаете, да, какой сразу кэш вам нужно занести. Специально для вас в компании Викинг не будет никаких комиссий и с вас никто не будет брать платежи за несколько месяцев вперёд. Просто приезжаете, заключаете договор, платите первый месяц и далее по месячной оплате. Вот так вот. Контакты Димы я оставлю там в описании, пишите ему на WhatsApp и говорите, что от нас обязательно, иначе таких условий не будет. А мы пойдём с вами смотреть 2 плюс 1. Да. Для тех, кто любит спать в полной темноте, как Дима, здесь предусмотрены в каждой квартире ролеты. Смотрите, полностью закрывается окошко и всё. Ну, шторг, кстати, тоже блокал. То есть, в принципе, даже штор достаточно, но... Ну, это даже плюс уехали надолго куда-нибудь, закрыли, зашторились полностью и вперёд. Блин, шикарнейшая опция. Посмотрите, как сразу стало. Это на то, что если проверить свет. Что, ты хочешь всё выключить? Да. Ну, давай, эксперимент. Спокойной ночи. Мы сейчас идём в 2 плюс 1, смотреть, как будет выглядеть 2 плюс 1. Сразу заходим. О, очень здесь приятно, вот этот серый цвет, кстати. Мне прямо сразу зашёл ванная комната. Да, здесь, кстати, ещё шкафчик. Шкафчик, да, я только что хотел сказать. Для полотенец, там, для каких-то белья, может быть. Опять-таки, обращу внимание, что всё абсолютно новое. То есть, вот заезжаете и живёте в новом. Это, конечно, потрясающе. Тоже шкаф. Это я. Раз комната. Раз спальня. Ну, здесь мебель всё то же самое, как и в предыдущей квартире. Также плазма, только чуть поменьше. И выход... Никуда. Ну, здесь, да, на соседнем здании. Так. Большой... Встроенный шкаф. Большой встроенный шкаф. Тоже, соответственно, совсем... Пылесосы, утюги. Здесь, причём, не просто утюг, а целая станция. Да, то есть, посмотрите, сколько полотенец чистых новых, постельного. Вот. Это всё новое, понимаете? Новое! Когда вы ещё поживёте в съёмной квартире, где у вас будет всё новое. Я не знаю. Ну, серьёзно. Вот кайф вообще. Смотри. Здесь то же самое. Слушай, это вот вы будете тот человек, кто первый будет вскрывать даже прищепки, ребят. Вот это да. Пойдём дальше. Пойдём. Так. Вторая спальня. Мне очень нравится этот цвет, слушай, вот именно этот. Для детей. О, моё компьютерное место. Для молодых пары, которые не избалованы широкими кроватями. Так. Так. Стульчик. Здесь уже смотрим на поля, которые будут. Ну, здесь что-то будет оформлено, но чуть попозже. Стул. Здесь, наверное, по возможности можно будет повесить зеркало, да? Ну, если, например. Возможно, да? Ну, теоретически, да. То есть, компьютер можно поставить туда. Ну, ваша фантазия уже, как говорится, будет играть. И основная комната. Это кухня-гостинная. Вау. С новой серого цвета техникой. Прикольно. Слушай, да, я думаю, что не то, что не то. Да, вот мне, например, вот больше заходит этот цвет. Не знаю, как он в практике марки-немарки, но прям цвет, как он графит, наверное, называется, да? Ну, здесь видишь, что по себе здесь есть диван, занавески и технику решили сделать. Да, супер вообще. О, здесь, кстати, турецкий чайник. Это важно. Это двойной. Здесь заварка, здесь вода. Здесь, кстати, тоже все есть. Кружки, стаканчики, посуда. Класс. Вилки, ложки. Ну, вообще здорово. Ага. Все, заезжай и живи. Вообще ничего больше не нужно делать. Заехал и живешь. Пойдем здесь лучше, проверяй. Пойдем. Так. Ага. О, здесь вот так вот углом. То есть у вас будет открываться... О, о, о. Здесь, короче, вообще можно офис сделать. Мне. Лес. Пожалуйста, смотрите, какой круговой вид. Класс. 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 Да, и вот эта вершина. Ну, слушайте, я не знаю. Мне кажется, прям великолепно. Это вот 2 плюс 1. По цене? Ну, здесь цены, если на долгосрок, начинаются от 1300 примерно долларов. Ага. Ну и, соответственно, не забывайте про условия от нас. Это без каких-либо платежей, там, вперед, риэлторских и так далее, то подобное. Все прям будет четко. Главное, пишите Диме на WhatsApp и говорите, что вы от нас. И тогда будет прям для вас все самое лучшее. Вот. Как вам квартира? В комментариях напишите. Пока Дима вот с ребятами, которые тоже приехали, смотрят квартиру, я решил вам показать... Так, подождите. Показать одну квартиру, которая продается. Вот как раз нам тоже интересно. Заодно и вам покажу. Смотрите, мы входим. Ага. Здесь еще не доделано. Даже развиваться не буду. Входишь. Вот такая прихожка. Здесь можно, естественно, установить шкаф. Обращу внимание на то, что когда вы заезжаете, вы можете все выбрать под себя. Это будет все включено в стоимость. Вот, пожалуйста. Здесь, говорю еще раз, здесь все новое, еще не доделано. Вот только все устанавливается. Тык-тык-тык. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Вот так. Здесь также установят полотенцесушители. Все будет, как в тех квартирах, которые мы смотрели. Так, здесь, наверное, у нас комната. Ладно, пусть будут. Здесь входишь. Вот такая вот большая гостиница. Слушайте, вот здесь вот кухня с гостиницей прям очень классная. Стоит мебель. Вот здесь вот можно установить стол. А здесь непосредственно вот просто прям рабочая зона. Вот с таким вот островком. Блин, конечно, очень классно. Естественно, техники пока нету. Техника все будет. Все будет сделано для вас. Ну, либо для нас. Так, давайте откроем балкончик. Чик. Здесь также будет стоять мебель. Слушайте, вот она прикольная. Ого-го-го-го. Посмотрите, какие виды. Вон там у нас каньон. Есть вот эти холмы. Балкон, кстати, опять-таки тоже достаточно длинненький. Вот он вид из окошка. Смотрите, как здорово. Блин, слушайте, очень классно. Здесь дети будут резвиться. Прям мне нравится. Обалденно. Привет. Здорово. Ты пока я занят. Ну да. Снимаешь видеообзоры. Еще один. Еще показать. Три плюс один. Давай. Один клиент купил ее. Мы ему делаем как раз вот та история. Помнишь, когда можно снести перегородки, расшириться, сделать побольше. Это прямо супер. Ну да, сейчас сходим посмотрим. Так, здесь будет установлен кондиционер. Вот он, видимо, его привезли. Так, а вот комнаты я, собственно, и не показывал. Оп, заходим. Это первая комната. Панорамное остекление. Она небольшая. Я так думаю, сюда как раз вот если детей заселить, было бы прикольно. Сюда прямо ставится двухъярусная кровать. Здесь можно им установить какой-нибудь столик одному, столик второму, и вот здоровская такая история. Так, идем дальше в следующую комнату. Пус. О, ну это большая уже комната, да. Тоже есть панорамное остекление. Здесь вот можно смело вставить кровать. Сюда вешать, я не знаю, плазму. Вот сюда будет установлен кондиционер. Здесь, наверное, какой-нибудь еще будет сделан встроенный шкаф. Вот такая вот комната. Она без балкона. То есть балкон у нас, полноценный балкон в гостиной. Вот такая квартирка. Собственно, друзья мои, по ценам пишите Диме. Я также оставлю в WhatsApp номер его. Пишите. Вам будет скидка, как он обещал, 10% от нас по промокоду семья на чемоданах. И самые лучшие условия. Ну, типа, если у вас нет всего кэша, то вам сделают... Ну, поверьте мне, у нас уже есть зрители, которые покупали. И эти зрители говорят, блин, просто условия охренительные. Только для вас. Вот у нас бассейн. Вот у нас здесь всякие, да, огороды. Смотрите, как классно, да, здесь вот можно отдыхать. И я тут зашел в квартиру. Я сначала подумал, что вот это вот, это две квартиры, и у них общий балкон. А оказывается, друзья мои, нет. Это одна квартира, вот с собственным выходом, вот здесь вот. Смотрите, какое здесь есть, получается, разделение. Вот эта комната, вот эта кухня с гостиной. Откуда начнем? Давайте, наверное, вот отсюда. Ну, мне на самом деле очень нравится первое. Это вот это вот огромный балкон. Посмотрите, с собственным выходом. То есть, примерно как у нас мы живем, у нас тоже есть дверцы, и мы сразу выходим к бассейну. Но здесь это гораздо масштабнее, гораздо масштабней. И у вас вся квартира вот с таким вот огромнейшим, простым, громовским панорамным остеклением, где вот эти двери купе. Соответственно, вот эта гостиная тоже, она достаточно большая. Сюда встает диван, сюда ставится стол какой-нибудь, например, да, и вешается плазма. Либо, например, сюда наоборот диван. Можно вообще диван не ставить. Как вам удобно, да? Здесь встает вся новая, совершенно новая техника, что очень немаловажно, да? Здесь вот видите, еще немножко стройчка. И, собственно, вот она комната снова с выходом и с видом вот этим вот великолепным. Посмотрите, какая комната. Ну, здесь, по сути, что? Здесь ставится кровать и небольшой, небольшой шкаф. И еще давайте я вам покажу здесь туалет с ванной комнатой. Вот, пожалуйста. Все то же самое, как и там. Так, здесь еще свет не подвели. Вот, и здесь, наверное, будет унитаз. А, он уже есть. Ну, да. Вот, собственно, вот так. Ну, а здесь можно сделать непосредственно встроенный шкаф, как такая мини-мини гардеробная. И выход в подъезд существует. Вот это 1 плюс 1. Мне, конечно, очень нравится. Ну, честно. Вообще прям идеальная история. Так, давайте сходим посмотрим вторую. 1 плюс 1. Не знаю, очень интересно, как выглядят эти угловые 2 плюс 1. То есть все угловые это 2 плюс 1. На следующем этаже, на верхнем, это 3 плюс 1. А вот эти центральные. А, вот, кстати, с мебелью вариант. Давайте я вам покажу, как выглядит здесь. Видите, уже что-то подзавезли. Вот, собственно, как я и говорил, диван, кресло, холодильник стоит. Вот он сюда прям встраивается. И проход вот в эту вот комнату. Вот, собственно, и кровать, да, которая должна здесь быть. Вот. И опять вид. Вот, представляете, вы просыпаетесь, а у вас вот такой вот шикарнейший вид. Ну, мне кажется, это очень здорово. Вот, кстати, сюда поставили встроенный шкаф. Ну, я бы, конечно, другой какой-нибудь вставил я сейчас, чтобы он был прям в потолок. Но, тем не менее, ладно, вставили пока такой вот в этой квартире. И вот он подъезд. Блин, очень классно. Ты просто проснулся, сразу вышел, детки у тебя гуляют. То есть, по сути, нет собственного двора, но теоретически как бы он есть. Вот он. Вот он. Классно. Как вам квартирка? Пишите в комментариях. Вот этот вариант не очень зашел. Очень хочу посмотреть угловые, как они смотрятся. Но будет ли такая возможность, не знаю. Сейчас еще здесь есть квартира на третьем этаже. Ее посмотрим. Которая 3 плюс 1, ну, такая здоровая. Вот. Сейчас Дима освободится и пойдем глядеть. Еще здесь очень важно не забывать то, что это Кемир. Здесь очень дорогая земля. Здесь шикарнейшая природа. Самые крутые пляжи. Бухты дикие, бухты не дикие. Здесь, ну, здесь очень круто. Здесь прям масштаб для путешествий. Недалеко разные достопримечательности, которые так и манят туристов. И, конечно же, не стоит забывать, что буквально в 30 минутах находится Анталия. Соответственно, находится международный аэропорт Анталии. И вся движуха есть прям недалеко от Анталии. Здесь, собственно, нет никаких бетонов, да, вот этих огромнейших построек, где ты выходишь и все, и ты пошел в бетоне. Ну, как, например, там в том же Махмут-Лари, там, или там, я не знаю, еще где-то. Вот, здесь вот малоэтажное строительство, два блока, здесь горы, здесь хвойный лес, 15 минут до моря, все магазины. Ну, мне вообще, ну, класс, ну, реально класс, Кемер, это прям топ. Еще влюбились в него в 18-м году, когда первое сюда приехали отдыхать. Да и каждый, кто сюда приезжает, конкретно в Кемер, вот я не встречал таких людей, кто бы сказал, да, ну, там-то лучше. Нет, в Кемер влюбляются абсолютно все. Я думаю, что если вы приедете, то вы тоже влюбитесь. И, кстати, вот у викингов, да, у них есть что посмотреть, есть много квартир, которые на продажу. Опять-таки, это не риелторы, это застройщики. Самая лучшая цена, самые выгодные условия, которые вам нигде не дадут. А тем более, если вы будете от нас, то вообще просто будут гениальные какие-то условия, которые вам точно снесут голову от таких условий. Вот, и у них есть что посмотреть. Самое важное, что они вам организуют прям настоящий тур, заселят вас от отеля, где будет все включено, встретят вас с аэропорта, покатают по объектам, вы себе выберите, дадут вам лучшие условия. И, скорее всего, будем с вами соседями. В общем, контакт Димы там в описании. Пишите, вот, а мы будем дальше продолжать искать себе новую квартиру, потому что нам нужно ждать рандевы, господи, результаты по нашему ВНЖ. Когда они будут, тоже непонятно. И нам нужно где-то жить. Вот, я не знаю, возможно, мы сейчас сюда переедем, если нас выгонит тот хозяин, да, учитывая, что они там родственники приезжают. Возможно, мы с ним договоримся на полмесяца продлиться. Короче, пока не знаю, как будет, но вот смысл в том, то, что вот такие у нас сейчас условия, такая вот у нас ситуация сейчас выскакивает, что нам нужно действительно что-то искать. Но вот здесь, по крайней мере, есть эти квартиры под аренду. Сколько я сказал? 10, по-моему, или 12 у них квартир. Многие вы пишете про аренду, поэтому вот я вам сейчас показал в этом выпуске шикарный вариант. Коля, нам надо, и вам показываю. Можем быть соседями, пишите, обращайтесь. Классное место. Видите, смотрите, у нас сейчас солнце, очень жарко. Вот, пожалуйста, голубые облака. Вот сюда разворачиваемся. Там тучи постоянно громыхают. И этими уникален кемер постоянно говорим, что такая мини-красная поляна. То есть в окружении гор, каньонов, ущельев, куча троп. Так как здесь проходит Ликийская тропа, здесь скучно не бывает. Тихо, спокойно, очень здорово. Кстати, а еще многие тоже писали у нас, когда мы показывали вижимость. Во, да лучше купить в комплексе, там бла-бла-бла, пять звезд. Просто нужно понимать четкое различие, что здесь, ребятки, здесь нету много бетона. Здесь кемер, здесь реально прекрасно. Если ни разу не были в кемере, то просто приедьте, посмотрите. И здесь, короче, как бонусом, вот викинги что они делают? Комплекс без всего, ну просто вот уличный бассейн. Здесь, возможно, какую-то детскую площадку поставят, еще что-то такое, да, минимализм. Но они выдают тем, кто купил здесь жилье, вип-карту. Эта вип-карта дает право пользоваться всеми отелями, которые у них есть. Ну, то есть инфраструктурой. Получается, что вы здесь приобретаете жилье, и хоть каждый день можете ходить к ним туда в отеле, пользоваться как раз закрытыми бассейнами, хамамами, там массажами, спортзалами, детскими комнатами, аквапарками, горками, и так далее, и тому подобное. Все, что вот есть в отелях, этим всем вы можете пользоваться. То есть это очень крутой бонус, да, учитывая, что здесь в Кимере комплекс, как правило, вот просто басик стоит, как бы и на этом закончилась история. Но у вас есть такое право ездить просто в отеле, там отдыхать. Там, кстати, можно за дополнительную плату к этой вип-карте купить еще абонемент, чтобы можно будет кушать в рестиках этих отелей. Ну, то есть, да, так сказать, все включено. Приходить на завтраки, на обеды, на ужины. Это, кстати, тоже немаловажная история, что вам не нужно будет заморачиваться, готовить. Просто пришли, поели. Ну, там на определенных условиях просто договаривайтесь, что вам конкретно нужен, либо обед, либо ужин. И ходите, гоняете. Это вот такой вот есть бонус здесь. Короче, условия наикрутейшие. Когда я говорил про перепланировки квартир, я имел в виду это. Вот это, понимаете? Вот это. Хозяин квартиры захотел сделать панорамный вид на вот эти вот красивейшие горы. Мы убрали отсюда окна, разбомбили стену, делаем оно в теплый пол. Он захотел сделать теплый пол. Здесь везде будет сделать теплый пол. Сюда вставится большая рама с большими панорамными окнами. Четыре окна будут открываться. Все окна будут открываться. И он сможет наслаждаться великолепным видом на... Посмотри, какую красоту. Да. Вот так вот. Это как раз к тому, что вот если их можно что-то замутить, если вам что-то не подходит. Но это, конечно, вообще капитальная история. Вообще прикол. Просто прикол. Вот так вот. В общем, все возможно. А сейчас вам покажу просто, как было. Это чуть другая квартира. Ну вот она, соседняя. Да, вот она перегородка, которую полностью убрали. Киньте. Вот так вот. Надо будет поснимать, когда после окончания ремонта, как будет офигенно. Ну да. Вот. То есть можно вот так, а можно как у него замутить. Это, конечно, вообще... Вот. Могло быть бы так, но он не встал. Представляете? Вот вы нас часто спрашиваете. Точнее, спрашивали. Давно не спрашивали, а мы давно не отвечали. Ни разу не отвечали. И самим всегда было интересно, сколько же денег здесь стоит коммуналка, вот в турецких квартирах. Вот на примере нашей квартиры я вам покажу. У нас 2 плюс 1, трое детей. Вот доказательства. Смотрите, это первый ребенок, он старший. Вот. Здесь есть айдат. Он 100 долларов в месяц. Здесь, получается, каждый в квартире скидывается по 100 долларов, и вот он получается, такой айдат в месяц. Дальше идет коммуналка. Ну, то есть свет, вода и свет, вода. Да, и все. В общем, впервые в жизни, сколько вот мы суммарно живем в Турции, будем сейчас платить по счетам. Представляете? Вот Дима сегодня принес нам вот такие квиточки. Вот это вот, я так понимаю, вода выглядит вот так вот. Вышло 210 турецких лир. А вот это... Темка, дай, пожалуйста. Да. А вот это, походу, энерджи, да, это вот электричество. Электричество вышло на 460 турецких лир. Что здесь написано, я не знаю. Вот так вот он выглядит. Как платить, тоже не знаю, поэтому сейчас пойду к Диме, он мне будет учить. 460, наверное. Да, 460, я знаю. Нет, тут эта сумма, надо искать количество киловатт. Нужно оплачивать при помощи турецкого банка, именно Зератбанк. Все почему-то вот эти, типа вот парковка, штрафы, таможенные, да, все оплачиваются именно Зератбанка. Я не знаю, почему, но вот требуют так. Хорошо, что у нас карточка есть. В общем, ладно, сейчас пойду к Диме, он будет меня учить. Так, давай, что делать? Зашел в меню? Здесь English for you. Заходи в платежи. Payments. Payments? Угу. Build payment. Вот это? Да, теперь тебе надо выбрать, например, или, ну, или там, что у тебя, вода, да? Это вода, да? А, вот они подробленно, ага. War. Как американцы говорят. War. War. Здесь ты пишешь Asad, вот название компании. Asad. Вот, видишь, Анталия Asad. Ага. Субасад. И номер абонента. Чпокус. Ну, то есть, 460 лир. Прощайте. Так, отсюда вы? Откуда отсюда? С твоего счета, смех? Да. По-турецки, отсюда это, короче, лошадь в воде. Да, вот я так и хотел сказать. Я так и хотел сказать. Лошадь в воде? Да, лошадь в воде. Так, все? Confirm? Да. Все, денежки улетели. Много это или мало? 460 лир за электричество. А это вы напишите, я понятия не имею. Я не знаю. Так, дальше что надо нажимать? Pay another. Не бойся. Вот это? Да. Ну, вот с водой, я не знаю, почему. Так получается. Как его оплатить? Мне, кстати, по-моему, тоже не оплачивали. Как оплатить воду, пока никто не понимает. Я надеюсь, у нас получится на самом деле по коммуналкам, но напишите в комментариях, много это или мало, потому что мы обычно, когда снимаем квартиры, мы... А, последний раз мы оплачивали аж в Геленджике, это было в мае, представляете? А, год, я же говорю, год не платил уже за коммуналки вообще. То есть, мы всегда через R&B мисс снимаем, там и как бы этого вообще нету. А тут вот, вот так вот, Дима взял под дверь мне, бросил эти листочки, я к нему пришел, говорю, что это такое? Еще и свои карты, главное, не делится. Говорит, со своей списывать. Ну, я хочу сказать, что очень удобно платить эти платежи, что там зашел, пшик-пшик, в три кнопки. Причем, ну, вот у них прям это здесь именно так и делается, когда, например, ты начинаешь снимать квартиру в долгую, ты идешь собственником вот в это вот учреждение, в воду, в свет и переписываешь просто на себя эти коммунальные платежи и все. И вот так вот легко оплачиваешь. Ну, прикольно. А, кстати, для сравнения, вот у Димы, Дима мне говорит, у него за электричество вышло 1000, а за воду 600, по-моему. То есть, по сути, больше, чем в два раза у него больше. Вот так вот. Все это дело можно умножить на 4. Приехал я, значит, посмотреть еще одну квартиру. здесь, получается, она как бы не квартира, это считается виллы на два хозяина. Еще посмотрим. И сразу вижу здесь плюс. Видите вот это вот здание? Точнее, навес. Вот. Здесь в Чемьюве проходит рынок по средам. То есть, вот если сюда, например, заезжать, то вот рынок прям... А сколько до моря? Здесь примерно километра полтора, наверное. А, вот, километра полтора это в два, даже больше, в два раза ближе, чем от нас. 25 минут. Ну. Вот. Ладно, сейчас пойдем смотреть. Здесь, видите, такой вход, арка. И... 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 Шикс. Это, кстати, тоже вот застройка викингов. Дима сейчас помогает вот что-нибудь нам найти, если нас все-таки выгонят из этой квартиры. Потому что у них, они не риелторы, они застройщики. Это все вот как бы их. И кто живет здесь, им передают в управление. То есть они вообще с этого ничего не зарабатывают, поэтому нет никаких комиссий. Ну, смотрите, какая территория. Бассейны. А что касается всяких вот этих комиссий, для нас, ну, лично это всегда важно. Типа, за тысячу снял, тысячу депозит, тысячу агент, уже трешка, а возможно, кто-то попросит за несколько месяцев вперед. Ну, короче, не вариант. Вот. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Так, куда-то сюда идем. Кстати, да, смотрите, комплексу много лет уже, но выглядит все очень здорово. Им больше 10 лет комплексу. Смотрите, как все. Нигде не плесень, ничего, все вовремя ремонтируется, все там. Короче, вообще классно. На самом деле, много чего уже видел здесь в Кемере, и знаете, вот они строят очень клево. Ну, прям, молодцы. Так, ладно, проходим. Здесь квартира на втором этаже. А, тут вот даже есть велопарковка. Все цветет. Здесь такие запахи, вы даже себе не представляете, как здесь пахнет. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Застекленный балкон. О, все. Заходим, да? Так, ну, давайте вместе смотреть. Подъезд, видите, здесь такой панорамный тоже. Панорамное остекление. Ага. Так. Залетаем. Так, здесь у нас сразу очень стильный кондей, кстати, вообще серенький, не беленький, как везде у всех. А вот именно серый. Новый, да? Ну да, видишь, он... Класс. Они его поставили. Ой, еле, вот это не обрезался. Так, здесь у нас, ну, вот телевизор. Это заодно, я без Настенки, заодно, чтобы Насте тоже буду показывать. Выбор, мы же всегда вместе выбираем. раз спальное место, два спальное места, здесь шторки, шторки. Вау, ну, здесь огромная терраса. Смотрите, как круто. Скупешные такие двери, вообще громаднейшие просто. А, здесь живу, да? Хочешь прикол? Вай, очень классно. А, маркиза, ага. Видите, как? Супер. Ну, терраса, да, конечно, вообще огромная, это, это классно. Басик, пожалуйста, купайся, наслаждайся. Слушайте, пока прям вырегутся. смотрите, это мокрый балкон, после дождя. Да, он сейчас намокнет. на улице. А, это уличная мебель. Внутренняя мебель, получается, стол обеденный. Какой-то столик, смотри, рабочее место. Может быть, на тот боку. Этот фильтр, тоже серенький, класс. Да, кстати, валяется. Да, так я уже увидел, я говорю, ага, диски, DVD-диски, прикиньте, кто здесь жил? Ага, это 2 плюс 1 же, да? Это 2 плюс 1, ага. Холодильничек, ну, не новое все, но чистенькое, вот, обрати внимание. да, газовая плита, тоже с одной электричкой. Посудомойка, и тут раньше такие были. Чистенько. И стиралка. Смотри, я что пришел. Может быть, здесь даже есть интернет. Кроутер. Ну, тоже телеком. Ну, Интернет есть. вот, видишь, значит, это хорошо. идем, значит, сейчас, что у нас здесь? Две комнаты, а, это душевая, с туалетом, стекляненькая. А, только здесь не купешная такая, знаете, а вот в сторону раскрывается, получается. прикольно. что вы не видал никогда. Ага, ну, все тут стандартно, шкафчик. Ну, давай, Русик, проверяй. Так, давай вот в эту заходим. это, наверное, так сказать, для нас, шкафов так много, кстати, вообще. здесь нет постельного. Здесь два матраса, что ли? Матрас на матрасе, вот, тут еще к нам есть и друзья, привет, можно им один матрас кидать. Прикольно. Так, постельного, я так понимаю. Здесь еще один балкон. Ага, а, это вот на велосипедную дорожку такой, для балкон сушить белье, но он на самом деле достаточно большой. Оу. Так, шкаф-купе, все это понятно, и, и, вот у нас есть еще одна комната. Еще королевская спальня. А, плохо. Да, кстати. Вот. Вот это твое новое рабочее место. Где? Еще балкон, еще балкон, прикиньте. Вот там, по-моему, видно, этот, тактовый. А, ну, сегодня видишь, какая погода. Ага, ну да, виды, конечно, да, тоже мощные, классные. О, еще, видите, плюс два матраса. Короче, спальных мест в этой квартире огромное-огромное количество. Прям, а, вот смотри, есть какие-то одеяла. Одеяла даже все есть. подушек. Вот это что? Что нужно, да? Наверное, как-то, матрасник. Нет, это одеялки. Одеяло, одеяло. Можно вообще на одеяло. обогреватель даже есть. Есть обогреватель, то есть можно зимовать. На зиму. Да, можно даже зимовать. Ну вот, такая вот квартирка. Как вам? Напишите тоже в комментарии, а я пойду на стенки покажу это видео, посмотрим, будем определяться, как там у нас еще дальше будет, пока непонятно. Самое интересное, что в этом комплексе тоже продается одна квартира. Я ее снимал уже давненько, но я так вам ее не показал. Вот она, вот, Норвеги продают, так что давайте я сейчас вам вставлю кадры этой квартиры, посмотрите. Кадры из прошлого. Кадры из прошлого. Ну там, может, полмесяца назад мы снимали. Вдруг вы тоже захотите купить от нас лучшая цена. Рядом с семьей на чемоданах. Да, 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 да. С нами рядышком поживете. Потусить, загорать, покупаться, шашлык пожарить. Я, кстати, могу договориться с Петром, чтобы вы мангалом попользовались. А, вот здесь, кстати, тоже парень из Москвы купил вот эту вот виллу. Вот, он что-то пожил, сейчас уехал, потом опять, перед ним, кстати, твой гуляет. Да. Вот, такие дела, короче. Смотрите эту квартиру. Собственно, сейчас я покажу вам квартирку, как она выглядит. Она и продает сейчас, досматривать до конца по цене. В общем, вот вход. Здесь большая-большая гостиная, телевизор. А, слушай, она с мебелью, да? Да, я понимаю. С мебелью? Да, она полностью с мебелью, с техникой. Даже пес? Даже пес? Да. Вы понимаете? Да. Окей. Даже за длинную тему. Хорошо. Очень спокойно. Панорамное остекление с видом на бассейн. Ну, слушайте, очень круто. Получается, терраса с москитной сеткой. Да. Прикольно. Вот. И хоп, все, и ты на улице. Разбежался в бассейн. Хоп, хоп, и Маркиза, как продолжение. Вот я про что говорю. Маленький, пусть маленький, но свой участок. Это, конечно, здорово. А здесь, например, смотри, если кто-то купил, он может здесь сделать ремонт? Конечно, может. То есть, дробить вот это, сверлить? Без проблем. То есть, здесь же ничего глобального не нужно такого прямо переделывать, максимум, что тут, освежить стену, нет-нет, это один этаж. А, один этаж. 2 плюс 1 квартира. А на втором этаже, это отдельный вход у них, да, лестница? Второй этаж, это другая квартира, там отдельный вход. Понял. Так, пойдем путешествовать. Так, здесь сразу ванна. Вот такая вот ванночка. Ага. Миниатюрная. Не новая все, но достаточно чистая. Да. 2 плюс 1. 2 плюс 1. Первая, первая спальня. О, и выход еще туда, вот в двор. Есть вторая терраса, да, то есть можно, можно выйти как бы на вторую террасу. Ну и все здесь остается. Да, то есть это полностью тоже с мебелью, с техниками. Вот вторая спальня, то есть и можно пройти, я думаю, вот так. Так, ну да, Коля, мы заходим, пройдем на второй двор. Вот. Смотрите, как здесь здорово. здесь можно делать шашлык-машлык. Пожалуйста, круто. Вот у тебя столешница. А, электрический гриль, вот электрический гриль. Пожалуйста. Чипс. Газовый. Газовая плита. Можно кушать здесь, да? Да, шикарный. Погреб. Да. Ну и вот столик. Можно выращивать себе тут морковь, морковь, грядочку. Глубчик, перчик. И на рынок не ходить. Ну и главное, в виде как всегда. Куда ни посмотришь, в таком мире везде горы. Это супер. Да, вот зонтик, пожалуйста. Пум-пум. Классно. Как вам? Прикольно вообще, слушайте. Уютно. Он сказал, очень хорошо. Очень-очень. Кстати, огромный плюс вот у этой квартиры заключается в том, что, например, вот мы сейчас на заднем дворе стояли, там была тень. Здесь вот, например, сейчас солнце, а утром все наоборот. Там солнышко, здесь тенечек. И это, конечно, тоже немаловажно, когда ты берешь себе, чтобы у тебя не было всегда тени, иначе ты здесь зимой вообще замерзнешь, а летом ты от жары умрешь. Вот. И здесь получается прямо вот это вот 50 на 50 игра, это великолепно. Ну и теперь, конечно же, по цене самое главное. Как я сказал уже, то есть, есть цена прайсовая, да, то есть, если мы говорим о прайсовой цене, это в районе 200 тысяч евро. Такие квартиры сейчас продаются. Если мы говорим о цене напрямую от застройщика, да, там без агентств, с максимальной-максимальной скидкой, можно ее забрать в районе 185 тысяч долларов. То есть, если люди, условно говоря, с твоего канала обратятся напрямую в компанию Викин, да, там через мои контакты или как-то еще, с максимальной скидкой это 185 тысяч долларов. 2 плюс 1 готовая квартира. Вы знаете, что делать. В общем, все, друзья, буду завершать этот видеоролик. Такой он получился, да, про недвижимость, про поиски, но я думаю, что вам точно было интересно посмотреть, какие варианты есть, учитывая, что у нас большая аудитория сейчас из Турции, много кто себе ищет что-то купить, что-то просто снять. Ну вот, появились варианты про аренду жилья, также очень классные на покупку. Вот, я вам показал. Все, друзья, прощаюсь с вами, ставьте лайки, пишите комментарии и до нового выпуска. Возможно, следующий выпуск уже будет, что мы куда-нибудь будем переезжать. Пока.